так внимание друзья по ту сторону экрана сам сергеев николай георгиевич я всегда подчеркиваю что если применять термины из этого самого из ну что ли такие самые звучные то этом такой садовод мастодонт это вымирающее племя мамонтов динозавров почему потому что я всегда подчеркиваю я дружу только с выдающимся людьми ну так выходит вот поэтому не стесняюсь таких эпитетов организатор союзных союз подчеркиваю союзных садоводов россии вот единственный человек который мог на них это привести профессоров докторов наук вот и нас садоводов любители что интересно да и вот этот человек является одним из лучших садоводов россии это пятая серия на каждый раз подчеркиваю мы имеем дело со штучным изделием сейчас таких людей уже не делают вот для чего чтобы те кто послышал впервые внимательно относитесь к его словам он еще эзотерик вот он верит бога и будет интересен наверное он еще сказал зайти за 4 серии или 5 было 4 так вот перед вами николай георгий сергеев уралец житель урала быстренько пролистываю потом кому надо посмотрите все его достижения вот они вот они вот они вот они вот они вот они если в стране есть лучшие винограды то он ходит первую тройку или пятерку это сто процентов вот теперь начинается пятая серия на чем вот его письмо скачать одним архивом приветствую посмотрел последнюю запись мне понравилось еще вы можете сами себе не понравится считаю что эта информация будет интересно для многих вот это пишет а николай георгиевич сергеев уралец посылаю фотография урожай винограда 2001 года посмотрел на стену из винограда вот из про пролистываю фотографию с крыльями ангела. Пусть посмотрят на свежие фотографии. Я их еще не видел. Действительно настоящая стена. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Еще и персик. Вот она. Вот она. Вот она. И вот теперь, когда я это показал, пролистнул, теперь я еще показываю фотографию, которую он пусть сам интерпретирует. Так, теперь, друзья, значит, я даю ему слово. Вот он правда стоит спиной, затылком. И о чем будет говорить, я понятия не имею. Это его 30 минут. Это его очередной бенефис. Поехали. Значит, ну вот, Верок, у меня поправка. Я никакой не вымирающий, я живущий. Образ, образ вымирающий. Я знаю, что ты живой. И с кем же я говорю? Образ. Вот. Значит, я хочу дойти до садоводства с нашим городом по садоводству реку. Я просто хочу напомнить обычную истину. В прошлый раз мы закончили разговор с тем, что прежде чем выбирать место под учаток, под дом или сад, надо посмотреть на энергетику места, чтобы там не было геопатогенной зоны. Второе, значит, нужно посмотреть на участке. Есть ли вода вообще? И на какой глубине она забегает? Если вы будете ставить дом на болоте у вас просто или у кого нет, там, где очень близко подходят грунтой воды, то вы просто будете, сад-то будет, но деревья-то в растении будут, потому что их корневая система, она когда-то связана с водоносного слоя. и он начинает она безмерно забирать воду, свои эти самые, ну, ветки там, стволы, и начинает зимой вымерзать. Почему? Потому что вода при расширении, господи, вода при замерзании расширяется, поэтому и ветки зимой отлетают прямо как пистолетные выстрелы слышно, и сами стволы лопаются вплоть до того, что это подобно кушечному выстрелу, понимаете? Поэтому и поливать, вот основная еще причина, почему деревья погибнут, потому что вот этот подзимный полив, он в наших условиях неприемлем. Почему? Вот опять же по тем же причинам, что деревья начинают погибать из-за того, что из-за переизбытка влаги. И когда мне с Донецка позвонил человек, я сказал, что Николай Девчон, вы не правы, что надо деревья поливать. Я тогда ему задал простой вопрос, а какие осадки у вас были? Был у вас снег? Он говорит, где-то в декабре пролетал и растаял недалеке до земли, а и в феврале месяце где-то проторжи упал на сантиметр. Я говорю, а дожди были в это время? Он говорит, нет. Я говорю, вот представляешь, когда зимой заборы снегом заметают. И вся эта вода в основном сейчас уходит в землю. То есть у нас на Урале наводнений уже за очень-очень много лет не было. Почему? Потому что земля не скатывается, как у них в Ростовской области у них там наводнение начинает. Когда земля чуть подверзла, вся вода там сверху идет с горс как в Кавказке. То у нас земля, она оттаивается, и все уходит. И у нас нет наводнений. Но очень редко там бывает. А в наводнение бывает другого плана, когда начинается воздух, спрашивается водохранилище, когда курган может поплыть в горы. Потому что одновременно приходит очень много воды. Вот это надо учитывать. Потом дальше надо учитывать, не надо брать участки на окраине леса, на пушке леса. Почему? Потому что в любом случае корневая система тех же самых берез и других деревьев она распространена очень далеко до предела микрона. Она будет просто высасывать все соти из вашей земли, которые на этом самом. Теперь о самой земле, которая есть. Вы тоже посмотрите. Одно дело чернозем, а другое дело какой-нибудь сугринок или еще хуже на каких-нибудь бывших строительных площадках. у нас здесь в городе есть дом. Дали этот участок после того, как там был гараж автотранспорта. На этой земле у них ничего не растет. Зато ухудшатся жечь то есть начинать далеко это место. Вот такие нужно учитывать. С энергетической точки зрения нельзя брать места на захоронения или кладбища. Обязательно надо учитывать. Потом будете там когда спать одни кошмары будут слиться. И здоровье резко ухудшится при этом. Вот такие ребята. Что касается строительства дома на участке, то естественно он должен быть с северной стороны само здание дома там садового домика стоит. Чтобы не затенять. Именно поэтому деревья нужно садить с северной стороны сада. Почему? Потому что если вы посадите с юга то у меня вот я тут сделал ошибку посадил фундук и теперь у меня 4 метра от фундука он вырос на 4 метра высотой еще посадить нельзя потому что не растет день стоит сплошной поэтому все деревья надо садить с северной стороны причем очень много людей приходят ко мне и говорят почему у вас так часто деревья стоят между собой расстояние между деревьями должны быть такие чтобы кроны вершин могли ну может быть очень маленькое растание между ними почти касаться друг с другом это очень важное место теперь когда вы переходите берете участки земли желательно конечно чтобы был ровный поверхность земли но если она со склоном то склон берите чтобы он был южный чтобы больше солнца попадало на этот склон в таком случае деревья будут себя лучше чувствовать и урожай будет больше и созревать он будет быстрее чем на других участках и по составу почвы по самому составу конечно она там кислая там щелочная и прочее и саму почву нужно готовить это же значит вот смотрите у меня участок что в одном доме что в другом нашли лопаты черная земля была черная земля вот потом шел значит а потом шла глина глина причем всех цветов радуги почему я об этом знаю потому что у меня по огороду проходит теплотрасса и раньше в советские времена не было никаких приборов для определения конкретного места прорыва этой трубы то и колодец у меня самый низкий был самый глубокий на краще то вся вода туда стекала и когда они начинали копать раскопать эту траншею то всех цветов радуги на самом деле глина была но естественно закапывали и вся вот эта глина перемешанная она осталась на участке причем так поскольку глина она съемка если ее закопаешь то все равно губор какой-то остается и когда я начал садить виноград получилось так интересно от теплотрассы копаю так стык лопатой значит этой самой черной земли потом идет глина полтора штыка потом снова шлой черной земли потом уже глина у матери спрашивают почему такое она говорит когда закопали то мы эту глину разбросали по огороду а что вы их не могли вытащить на ворот эту глину что ли они этот навоз мы вывозили и вот сколько бы не удобряли эту глину а то она просто из разноцветной стала однопрадной серой массой но такая же твердая как в этот самый сухие сухое время года что лопату не угонишь ты насколько ты на ней бы не прыгал и хотелось поливать чтобы ее как-то перекопать если же она сырая то она режется просто пластами как масло нажал так интересно в конце концов мне это надоело я сделал следующее просто начал довозить конский перегной и вот он просто самый лучший перегной конский перегной и навоз перегной и вот этот перегной тележками к тележке укладывал и получилось на такой высоте чтобы лопата не ковыряла эту глину и все и урожай хороший кстати и урожай качество самого урожая лучше и что самое интересное что это один из лучших способов борьбы с пырем насыпаешь перегной и под этим самым погибает естественно значит разместить сад нужно по-человечески чтобы дорожки шли урожай так урожай так и урожай получилась у нас такая штука что северная сторона растут яблони в несколько рядов и вот кто-то пришел к нам а между рядами растет жимолость они говорят а вы знаете почему у вас жимолость выше человеческого роста очень простой потому что жимолость она растет в тени деревьев и у вас первый ряд значит деревьев защищает от полутени поэтому они себя лучше чувствуют лучше чувствуют жимолость и поэтому хорошо растет и урожай дает хороший вот таким вот образом затем значит что еще теплицы но теплицы надо ставить с сапада на восток нет севера на юг чтобы когда солнце идет оборот она полностью попадала на боковую стенку теплицы в самой теплице нужно устанавливать трубы полипропиленовые прямо вдоль устанавливаете закапываете трубы сколько у вас там грядок есть по одной по две трубы все их значит с одной стороны выводите концы труб в сантиметрах на 50 но сейчас они все стандартные на 50 сантиметровые трубы берете вставляете а с другой стороны все эти трубы выводятся на одну трубу которая под высыпается землей там перегноем этим самым черноземом чернозем да и все это чтобы лопатой не говорили не доставать эти трубы в результате получается естественная вентиляция вентиляция дает возможность повышать температуру почвы на 7-9 градусов если бы этих по сравнению с тем если бы этих труб не было это очень эффективная вещь потому что теплая земля всегда дает возможность лучшему развитию растений вот таким вот образом все это делается саженцы естественно значит надо судить по мере я говорю по мере высоты то есть с юга на север сначала маленький потом все выше выше и выше из особенностей посадок значит я уже рассказывал про терн что терн надо садить рядом с соседом с самым нелюбимым соседом чтобы не только вы но чтобы он боролся тоже с этими порослями этого терна у меня растет значит вот смотрите я просто расскажу что у меня растет на сегодня на сегодня я ушел когда вот на пенсию занялся с удовольствием похмель того что нельзя заниматься макетельным вещами то я поставил задачу в моем саду росли те деревья которые мало распространены были на Урале в то время и эту задачу практически она выполняет первым делом мы я что делал и мы с женой это мы посадили виноград значит разработали саму схему посадки винограда как это возможно вырастить на наших жестких условиях я вот еще раз повторю в прошлый сезон у нас была зимой минус 42 градуса а летом плюс 42 то есть разный перепад температур получился 84 градуса представляете вот разработал технологию выращивания винограда ее можно посмотреть как в интернете так и в интернете также есть книги называться домашний виноград это можно просто-напросто набрать в поиске виноград Сергеев Южноураж потом там книги фильмы там интервью и там есть очень много можно посмотреть и кроме того там же есть в интернете книга называется она разумное садоводство где азбуки азбуки все я там рассказываю и посмотреть это можно прочитать вернее можно так вот виноград затем пошла очередь за пирсиками пирсики у нас водоносит с 2007 года сейчас 2021 год в прошлом году мы собрали 4 ведра пирсиков но это маленький урожай потому что на самом деле их много за виноградом мы собрали 40 пирсиков не знали откровенно куда девать этот виноград и раздавали пытались продать но так поскольку нам денег у меня денег не положено в этом воплощении то есть с продажи практически ничего не получилось мы к носу перегнали виноград потому что 40 ящиков на семью в 4 человека вы меня извините это уже перегон значит затем взялись за абрикосы абрикосы мы собрали в прошлом позапрошлом году тоже по 15 людей с лишним там что-то мы просто так читали а потом еще так перестали причем абрикосы они от ранних до поздних несколько сортов у нас растет вот представлять абрикосы во-первых давайте так а кстати спасат и деревьев надо вернуть вот та схема которую вы читаете с этими самыми с приствольными кругами она в мягких условиях не подходит по одной простой причине как я уже объяснил что у них там все же книги написаны по югу там Ростовская там область Краснодарский край а по северу цифрового вот что очень мало может быть сейчас стало побольше информации тогда было очень мало и вот когда вы садите деревья в приствольный круг да еще и поливаете потом обидно то они просто-напросто погибают по какой причине потому что приствольный круг весной вода скатывается она там не уходит потому что земля занес на крыль текает она к стволу деревца там кустика и начинает проникать в поры этих под пору и начинает ее при заморозках разрывать саму пору сам ствол может быть от переполнения влаги и еще ну естественно идет вымокание их выкревание и вымокание скорневой системы тоже поэтому в наших условиях нужно обязательно насадить насадить на буграх бугры эти значит высотой ну сантиметров 50 потому что вот этот как раз склон он вокруг который ну вокруг деревьев насыпает склон то лучи на этот склон попадают под прямым углом это дает забег к вегетации деревьев того же винограда то есть и быстрее просыпаются хочет получать виноград быстрее урожай становится быстрее поспевают вот эти вот что касается абрикосов то у них еще есть такое свойство очень интересно что они особенно по прививкам они очень избирательны к прививкам и на некоторых сортах их просто невозможно они просто напросто антагоничны между собой вот и поэтому нужно обязательно их подобрать потому что ну вот был у меня тут один семь сколько бы не прививал он на него ничего не получалось потом сказал если я тебя если ничего из прививок не получится я тебя прививаю ничего прижилось что-то несколько прививок и на следующий год мы получим урарами значит что бы еще хотелось сказать про эти абрикосы они разные по свойствам своим разные то есть у меня есть абрикосы такие как сениц то есть у меня растут сеянцы которые не вымокают не выплевают замерзают у них ветки цветочные почки начинаются от минус 35 и ниже то есть практически не каждый год урожай дают за исключением всяких вариантов как вот в этом году в связи с тем что была зима минус 42 градуса то померзли померзли почки цветочные поэтому урожай был очень маленький вместо 15 ветра мы со всех северных деревьев 5 ветер собрали и вот 5 ветер ветра одно мы собрали и все поэтому не сильно роскоши что ли значит что касается вот и а ну урожай с одного дерева такой то есть у нас есть такие желтые абрикосы с ярким румянцем на боку там на фотографии где-то там может и есть вот так вот подошли к одному дереву тряхнулись его сразу три ведра упало к другому подошлись с него одновременно упало четыре ведра это было примерно по половине урожая поэтому я когда говорю вам у нас мы собрали 14 людей но сколько нам было потому что представляете урожайность какая зато есть у меня абрикосы из Болгарии он поздний он поспевает обычно в сентябре месяце вот я подошел к нему с тремя ведрами они желтые чуть продолговато эти абрикосы висят в свое время к Магнитогорску вернулись в Болгарии там брал на выставке мне привезли сениц этого абрикоса он подошел с тремя ведрами к нему тряхнул и ни один абрикос не упал они поспевали постепенно сверху вниз урожайность была сумасшедшая от плодов вершина расщепилась надвое пришлось и обрезать а сейчас несколько вершин урожайность по-прежнему осталось единственное что срок поспевания если первый год он дал значит в сентябре месяце то позапрошлый в прошлый год и этот год а у нас очень жаркие были то есть как снег растаял установилась температура за 3 плюс 30 градусов и до 40 плюс 42 градусов заходило и все это в течение всего лета за все лето выпало 4 ливневых дошки но засухи как таковой не было то есть засуха это когда земля трескается и руку туда можно засунуть по лоб а у нас же трава росла зеленой и высокой до мороза почему потому что снега было много и он ушел в почву и почва это сохранило вакуум в себе но вот этот последний апрекос который как бы такой безвкусный обрез по сравнению с другим значит теперь у нас растет шелковица шелковица значит растет я начал разбираться в ее сортах делятся черные и белые причем по цвету пары а не по цвету ягод по цвету ягод у нас растет черная шелковица белая шелковица чем они хороши они хороши тем что сами ягоды белые шелковицы они у нас не очень крупные по величине ягод так вот эти ягоды они очень полезны для тех людей которые болеют сахарным диабетом значит плоды и корал я написал статью про эту шелковицу ее опубликовали к нам приехала врач педиатр из Челябинска очень она сказала что у нее дочь что ей 12 лет еще она болеет вот этим сахарным диабетом ну и там сучок был отломился от этой шелковицы приличный мы ей отдали вот весной она приехала за саженцами винограда спасибо вот так а когда помогает ну надо же диету это реально поэтому значит особенно с выращиванием шелковицы такие вот побег ее может вырасти до 3-4 метров зимой она может поднежать но вы меня извините когда он вырастает 3-4 метра высоту а подмерзает 25 процентов верху поэтому они стоят у меня такие пушистые как елочки будем говорить и хорошо плодоносят вот вот затем значит ну с тетрами я не знаю с тетрами значит вещь такая но во-первых как мы растяжем в лесу степной если в горах у нас тетрами дмитрий дмитрий это георгий георгий я перебью почему наше время истекло через минуту он сам отключится и батарейки уже сели поэтому мы сейчас не конец разговора но это будет конец пятой серии так вот потом целый день будет заряжаться аккумулятор они не новые а новые деньги стоят поэтому я просто долго их заряжаю так вот дальше я замечание такое качество великолепный урожай я поражен вашими персиками абрикосами я в шоке я не видел это я сегодня вижу но вы умудрились потерять качество я потерял качество то есть у меня на экране плохо видно уже а то нашелся умник вы займите оператора а вот вторую фразу он не написал я сейчас пришлю деньги вам вот тот умник чтобы вы наняли оператора то есть я должен нанять оператора заплатить и он бы вот эти фильмы бы снимал ну это такая горькая такая успешка моя и получается и у вас качество снимка низкое а у меня качество съемки низкое так что нам надо делать я вам посоветую будут урожаи вы фактически теряете часть урожая как за счет того что снимали чем попало как попало вот нормальный фотоаппарат я вам тоже могу сказать наймите оператора но еще лучше качественный фотоаппарат цифровой чтобы вся эта красота не пропала вот сейчас вы будете смотреть и ворщица когда увидите свои снимки на моем этом на моем экране ну это от твоей аппаратуры зависит понимаешь мы когда пошли у нас все-все отключается компьютер отключается Георгиевич говорить бесполезно фотоаппарат вы пошли покупать в магазин когда пришли туда сломался он потому что мы передавали фотоаппарат и он упал на плиту не на фотоаппарат Продолжение следует...